Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Иисус Христово Рождество си цебе, обручение оба бывшей Матери Гумарии Иосифове, прежде даже не снитеся има, обретеси имущего чревия Духа Свята. Иосиф же, муж и я праведенцы, и не хотя я обличите, восхотета и пустите ее. Сия же ему помыслившу, си ангел Господень во сне виси ему глаголя. Иосифе, сыне Давидов, не убойся, приятий морям жены твоей я, родшая быся в ней есть от Духа Свята. Родит же сына, и наречеши имя ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их. Сия же все бысть, да сбудется реченый от Господа пророком глаголющим. Сия дева в очреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, ежи ей сказаемо с нами Бог. Востав же, Иосиф от сна, сотвори, якоже, повели ему ангел Господень. И прият жену свою, и не знаешь, и я, донди же ради сына своего первенца, и наречи имя ему Иисус. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня 24 февраля, пятница. Сегодня мы с вами продолжаем читать Евангелие от Матфея. Читаем главу первую с 18 по 25 стих. По окончании главы первой. Сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе Нового Завета. И послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам языке. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в отчреве Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сие, ангел Господень, явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей свих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сей, дева, в отчреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Став от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, дорогие наши братья и сестры. Мы с вами продолжаем читать Евангелие от Матфея. У нас с вами наступает уже совсем скоро Великий Пост. И напомню нам, что по уставу церковному в будни невеликого поста, ну почти во все дни, за исключением некоторых особо праздничных дней, не положено совершать полную литургию, то есть литургию Анны Златоуста или Василия Великого. И от этого устав не подразумевает на богослужении, на время литургии чтением Евангелия. Но вот для того, чтобы нам делать такую вот большую паузу в течение поста, чтобы нам не прерывать евангельские чтения, мы начали читать Евангелие от Матфея с самого начала. И вот сегодня мы с вами вновь читаем то, что совсем недавно слышали, то, что касается Рождества Спасителя нашего. Конечно, можно дать вопрос, а для чего вообще мы с вами постоянно читаем, читаем, перечитываем священный текст? Вроде бы, ну, казалось бы, ну, прочитал один раз, ну и вроде бы все ведь и знаешь. Но на самом деле надо понимать, что Евангелие – это ведь не книга по истории. И вообще священное писание – это не исторический труд какой-то. Несомненно, там упоминаются конкретные моменты, конкретные люди, то есть это не какой-то мифник, а это выдумка ни в коем случае. Но это не история людей, это немножко другое. Это история отношения Бога и человека. Мы с вами видим, Ветхий Завет начинается с того, как Бог создал человека, человек ушел от Бога, отпал от Бога. Читая Евангелие, мы видим, как Бог пошел искать людей, нашел и спасает их. И вот это как можно чаще человеку нужно держать в уме своем. Как говорили святые отцы, ум наш должен плавать в словах священного писания, в словах евангельских, особенным образом. Потому что там дальше уже происходят удивительные вещи, потому что священное писание – это, опять же, скажем, не просто текст. Это откровение Божие, это действие Духа Святого в нашей жизни. И многие люди, внимательные, ведущие духовную жизнь, они могут об этом свидетельствовать. Как священное писание удивительным образом может чтение его менять человека, менять его сердце, менять его мировоззрение, менять его ум, менять отношение к жизни. Причем порой чувствительным образом. Стоятцы еще говорят, что чтение священного писания, но питает душу человеческую. Так как наше тело нуждается в пище постоянной, потому как пища является источником энергии, каких-то стритных материалов для нашего организма. Точно так же и здесь чтение священного писания, творение священного отцов является необходимой пищей для души. Там есть то, что необходимо для развития человеческой души. От этого постоянно мы с вами читаем и читаем, дабы глубже-глубже углубляться в смысл, в текст, в понимание священного писания. Сегодня мы с вами слышим о Рождестве Спасителя. Евгелист Матфей написал это так. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матерью Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в отчреве от Духа Святого». Из истории мы с вами знаем, что Пресвятая Богородица, еще находясь на воспитании в Иерусалимском храме, дала обет Богу, что всегда станется девой и всегда будет служить Богу. Это было весьма-весьма необычно для того времени, потому что монашество как такового тогда не существовало. В этом плане можем сказать, что Пресвятая Дева, она стала такой первой монахиней, как Иоанн Претечи стал первым монахом. То есть люди посвятили себя целиком и полностью Богу. После того, как юной Марии исполнился 14 лет, по закону она должна выйти замуж, как, в общем-то, все девушки поступали, и воспитывающие ее и священники, в том числе и храма, тогда озадачили, что же делать с ней, зная о ее вот этом обете Богу. И вот тогда, мы из предания знаем, было избрано несколько старцев, в общем-то, близких к ее семье, к ее роду, для того, чтобы кто-то из них мог взять на себя эту обязанность по сохранению Престой Девы, чтобы как-то вот оберегать ее, кормить ее, ну, в общем, заботиться о ней. И вот есть благочестивое предание, что Красосев, ее родственник, точно так же из рода царя Давида происходящий, его жезл расцвел, когда был брошен жребий, и вот он взял и в дом свой. Так вот здесь как раз он упоминается. Пришло обручение Престой Богородицы с Осипом. Но обручение, то есть это еще не значит какой-то брак. Нет. Они лишь были названы, как бы некая помолвка произошла, было объявлено, что вот именно они становятся так как-то в будущем мужем и женой. Дальше, причем ведь какая была традиция? Порой даже вот достаточно длительное время невеста, будучи еще невестой, могла уже жить в доме жениха. Разные ситуации были. Еще, соответственно, не являясь его женой, не вступая ни в какие супружеские отношения. Но здесь понятно, никаких отношений не было и быть не могло, потому что Иосиф, в принципе, знал о том обете, которое Дева дала, и он был человеком праведным. И, представляя, Дева Мария, конечно же, она и сама соглашается на это все только из условия соблюдения ее обета, данного Богу. И что же здесь происходит? Да, по обручению их оказалось, что она имеет в очреве Духа Святого. Вот слова «оказалось» здесь, как, кстати, толкует это место, подчеркивает его, говорят, что подрезается некое такое неожиданное откровение. Вот это особенно для Иосифа. Ну, оно и понятно, конечно же. То есть у него здесь и страх, и удивление, несомненно, наполняет его. То есть он узнает, что та юная Дева, которую ему доверили берегать ее и ее детство, она беременна. Несомненно, здесь у него и страх, и смущение, и сомнение. Но что здесь Матфей пишет, что имеет в очреве Духа Святого, здесь он подчеркивает об этом сверхъестественном зачатии Престой Девы, естественно, рождение Сына Божия таким вот сверхъестественным образом. Что имеет в очреве не от человека, а от Духа Святого. Иосиф же муж, и будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть здесь вот праведность Иосифа, она имеет несколько сторон. С одной стороны, праведность как справедливость. Здесь он праведен в ветхом светом смысле, праведен в законе, который тогда был. По закону, соответственно, если жена, скажем, изменяет мужа, то он еще не должен оставаться с ней. То есть позволительный какой-то развод. И здесь он понимает, что чтобы не нарушить какой-то закон, он должен отпустить ее. Но вот дальше такой момент есть. Опять же, по закону, если невеста, обрученная жениху своему, потом не сохраняет свое детство, то есть падает в этот плотный грех, то по закону должны были перед воротами города забить насмерть камнями. То есть такая жуткая смертная казнь предполагалась, если вот это дело открывалось. Но вот здесь вот уже совершенно другой вид праведности Иосифе действует. Он понимает, что вот на это он пойти не может. То есть он испытывает, ну, как минимум, жалость и сострадание юной Марии. Он еще не понимает, что происходит. Конечно же, он под человеческой обсуждая думает, что где-то она вот, не сохранив себя, пала в грех, вот это все произошло. Но он, не желая огласить ее, то есть не желая вот этого смерти, не желая позора, желая тайно отпустить ее, доверяя ее жизнь промыслу Божию, то действительно это уже выше, чем ветхозаветная святость. То есть здесь видим не закон, не буква давлеет над ним, а дух. Он жалеет ее, как минимум, и желает все-таки и блага. Да не понимая, как все это происходит, все-таки, конечно, по закону с ней он быть не может, но желая тайно отпустить ее. «Когда он это помыслил, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней си от Духа Святого». И вот тогда, после вот этих сомнений, во сне ему является ангел, который открывает ему, что же произошло. Может возникнуть вопрос, почему же ангел Иосифа не предупредил заранее, после того, как произошло это удивительное зачатие Престой Богородицы. Ну, здесь, как, в общем-то, стоятцы объясняют так, дабы Иосиф не согрешил подобно Захарии, отцу Иоанна Претечи, которому до рождения Претечи было объявлено, помните, ангел говорил еще в храме Иерусалима, сказал, что тебе родится сын, и Захария стал сомневаться. Согрешил неверим, недоверим, из-за этого был наказан немотой до того момента, как родился Иоанн Претечи. Так вот и здесь вот Иосиф, несомненно, также мог усомниться, если бы как-то вот заранее ему было об этом сказано. А здесь уже, да, он видит, что действительно уже все произошло, зачатие Девы Марии произошло, и вот после этого уже ангел является ему, как бы указан, совершившись, и объясняет уже тогда, что так и так не бойся принять в дом свою Марию, то есть она не согрешила ни перед тобой, ни перед Богом, а родившись в ней, и ся Духа Святого. И вот дальше объясняет, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Иисус переводится как Спаситель, что здесь как можно более полно, что ли, указывается вообще на суть служения, явления Сына Божия роду человеческому, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А кто же свои люди для Христа? Те, кто поверили ему, кто пошел за ним. Конечно, Господь пришел для всех, но не все, к сожалению, этим пользуются. Не для всяких пришествие Сына Божия является необходимым в жизни, как бы это печально бы ни было. «А все себе произошло, да сбудется речено Господом, через пророка, который говорит, все девочки, ревопремие, традиционные, рекут ему имя Иммануил, что значит нами Бог». То есть здесь вот ангел указывает на слова пророка Исаии. Но от слова, что «себ пришло, да сбудется речено Господом», это не значит, что раз сказано было когда-то пророкам, то теперь должно из-за этого и все это произойти. Как бы Рождество Христово может показаться, будто бы ставится в некую зависимость от пророчества, сказанного когда-то. Тут наоборот все. Пророчество было сказано как раз в силу того, что это должно было произойти. То есть тут обратная связь. Слово «дева чреве примет» здесь указывается именно вот это вот «сехоестественное рождение Сына Божия». Не женщина в очреве примет и родит, что естественно казалось бы, а дева. Родит сына, рекут ему имя Иммануил. Возникает вопрос, почему же тогда ангел говорит, здесь Иосифу, чтобы он назвал сына Иисусом, чужим не Иммануилом. Но здесь имя Иммануил скорее всего указывает на свойства некое, да, что переводится, что с нами Бог, то есть Бог со своим народом, то есть Бог пришел к людям. Здесь указывает опять же на суть произошедшего, не на имя собственное, а на суть, что действительно Бог пришел к людям. То есть в этих словах, что на реку сына Иммануила значит, что сын будет не человеческий только, а он будет еще Бог, что Бог в нем будет точно так же. «Став, отца Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец родила своего сына, своего первенца». Ну вот здесь слова, что не знал ее, как родила наконец сына, значит, что после этого он мог с ней, да, вот как вот с супругой жить. Нет, ничего подобного. Это просто невероятно даже представить. Он сам, будучи старцем и праведным, и зная все вот это, когда бы даже мысленно он бы там не пожелал там чего-то. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, первого главу со 17 по 25 стих. И также напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания, ежедневных, тебе бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!